Вот я возле статуи Роберта Вадлова, 2 метра 74 сантиметра. Вот его фотография. В 5 лет этот человек был 1,62 метра. Большой мальчик, 120 размер обуви. Мы называем это гигантское. Но я думаю, что до потопа люди были еще больше. Вот фотография найденного скелета в итальянской углевой шахте. 3 метра 52 сантиметра высоты. Точнее, длины, он уже лежит. 3 метра 52 сантиметра. Было бы неплохо иметь такого игрока в вашей баскетбольной команде, правда? Вы знаете, что были найдены гигантские скелеты, о которых вы не читаете в учебниках? Был найден скелет 2 метра 95 сантиметров. Не слышали? В Неваде найден трехметровый скелет. Некоторые люди хотят, чтобы вы поверили, что современный человек большой, сильный и умный, и что древние люди были маленькими и тупыми. Но я думаю, что все наоборот. В Алкертауне археологи и любители нашли 8 гигантских скелетов около 3 метров. Все были одеты в тяжелые медные доспехи. Через неосмотрительность откапывателей и незаинтересованность музеев эти находки разбросаны и потеряны. Но почему музеи не заинтересованы трехметровыми скелетами? Хм, четырехметровый скелет был найден в лампок ранчо в Калифорнии, но позже остатки были перезахоронены. Сообщение о четырехметровом скелете появлялось в округе Аризоны в 1891 году. Смитсониты заинтересованы, чтобы никто не нашел эти скелеты. Прочитайте книгу Смитсониан Гейт. Смитсониан был основан, чтобы учить эволюции. И четырехметровые скелеты противоречат теории. Это явно не шампанзе. Это фотография черепа из Невады. Громадный человеческий череп. Эта стрелка показывает на нормальную человеческую кость. Сверху нормальная кость, снизу найденная гигантская человеческая кость. Правительство Турции утверждает, что был найден скелет Ноя. Я не знаю, ли это правда, но они говорят, что скелет был больше трех метров длины. Значит, и его локоть был больше. Все-таки какого размера был ковчег? Люди спрашивают, как четыре человека могли построить такой большой ковчег? Вы не видели их? Эй, сынок, принеси мне вот то дерево. Вот эти челюсти находятся в Гателе в Турции. 16 сантиметров ширины. Вы могли бы свободно поставить вашу голову в эту челюсть? У нормального человеческого черепа, челюсти, ширина около 8 сантиметров. У этих 16. В Вискансене, об этом тогда писалось в газетах, при раскопках холмов в 1904 году были найдены гигантские человеческие кости. Я поговорил с женщиной, которая владеет курортом. Теперь эти холмы находятся под водой. Штат Вискансен. Она сказала, «О, да, я помню, были найдены гигантские кости». Она сказала, «У моей подружки, ей 104 года, у нее был череп. Я спрошу, что с ним случилось». Редактор субтитров А.Семкин